Салам алейкум, дорогие друзья! Это видео может сказать продолжение предыдущего. Если вы его не посмотрели, обязательно посмотрите. Данная часть посвящена разбору тех ошибок, на мой взгляд, которые допустил в том числе и я, и, возможно, кто-то из вас допустил или, возможно, допустит. Сразу скажу, что у меня для вас есть одна прикольная такая новость, но я ее оставлю на сладкое, так скажем, в конце этого видео. А сейчас хочу остановиться на еще одной немаловажной информации. И ни в коем случае, вы, наверное, помните, что в прошлом видео я смазывал гайки колесных дисков той же смазкой, дабы оно не прикипало, там, в общем, легче было откручивать и так далее и тому подобное. Так вот, ни в коем случае так не поступайте. Вот это поворот! Почему? Потому что я заметил, буквально на днях ехал, ну, хорошо, я недалеко по городу катался по делам, заметил что-то неладное с передними колесами, думал, спустило, нет, давление нормальное, какой-то непонятный звук управления, после лежачих полицейских, тем более неровностей. Потом, когда я заехал во двор, покачал машину, услышал с левой стороны какой-то звук в районе передних колес. Ладно, это было поздно, зашел домой, утром встал, первым делом у меня мысль проверить. Почему-то лежа, вот перед сном я все представлял и подумал о этих гайках. Утром сразу же встал, вышел и просто рукой попробовал потрогать эти гайки. Вы не поверите, три из них вообще были откручены. Две, кажется, ослабли почти наоборот. То есть, из-за этой смазки, я полагаю, только из-за нее, потому что до этого такого никогда не было. Наоборот, открутить гайки было еще тяжелее, чем я их закручивал. А тут, самопроизвольно, они открутились. И, в принципе, если я выехал на трассу, то можно потерять колеса. Ну и забегая вперед, сразу скажу, в момент переобувки уже этой, я все эти гайки внутри, резьбовую часть, высушил карбом, все протер, промыл. Теперь эти гаечки сухие, шпильки тоже протер, обезжирил. И больше я их смазывать никогда не буду. И вам не советую. Благодаря вашим комментариям под прошлым видео, я открыл для себя много нового в мире смазки. Оказывается, для каждой детали, для каждого узла и элемента тормозной системы существует своя определенная смазка. Для направляющих, суппортов, своя смазка. Для нерабочей части тормозных колодок, своя смазка. Для пружинок, своя смазка. И так далее. То есть, казалось бы, они работают все в одном температурном диапазоне, да? Чего я не предусмотрел и не учел. Смазал простой смазкой. Она начала таять. И вот после вашего комментария, я тем более, у меня уже вот эта вот паранойя, можно сказать, закралась. И я после длительной поездки чувствовал реально запах такого подогретого, знаете, ну не горелого, но прямо разогретого хорошо масла и смазки. И даже на перекрестках мне иногда казалось, что где-то из-под машины выходил такой слабенький дымок. То есть, возможно, это уже действительно паранойя была. Вот это вот я и ездил с этой мыслью. Ждал ближайшей переобувки на мою новую летнюю резину Кумха Крюген Премиум, о которой я тоже чуть-чуть расскажу, покажу. И я все торопил эти события, быстрее бы это все исправить, свою ошибку при переобувке. Поехал, купил эту медную смазку. Ну, смазку для суппортов мне сосед одолжил, сказал ее, в принципе, покупать нет необходимости, там граммы всего лишь уходят. И поехал переобуваться. Все, вооружился всей этой смазкой, обезжиривателями, карбами, ацетонами, чтобы все это вычистить, то, что я сделал неправильно до этого. И сейчас я вам покажу, как этот процесс проходил, что там получилось после тех моих неправильных, так скажем, действий, признаю. Ну, именно в таких ошибках и, как говорится, мы зарабатываем опыт, с чем я сам, собственно, и делюсь, чтобы вы тоже имели это в виду, чтобы вы не ошибались, чтобы вы учились на моих ошибках. А лучше, чтобы мы все учились друг у друга. Получали дельный опыт жизненный. Ну, собственно, для этого все я и делаю. Вот, как я их называл, направляющие колодок. Вот, на самом деле, это пружинки. Их промазывать той смазкой не нужно было. Это была моя ошибка. Оно здесь греется, плавится, тает, бежит. А вот тут сами направляющие суппортов. Вот. Вот их надо промазывать. С резинками. Сейчас мы их достанем и промажем. Ну, резинки целые, уже хорошо. Вот, оказывается, для пружин существует своя смазка специальная, медная. Для направляющих суппортов своя смазка. Вот такая вот смазка для суппортов. Но я, наверное, свои трогать не буду, потому что они очень герметично здесь сидят. Я их пощупал. Они тут смазаны. Там ничего не шоркает, никаких пастороний звуков. То есть тут все хорошо. Нижний тоже ходит у меня. Туго. Резинку эту я герметичность нарушать не хочу. Поэтому я убедился, что все работает, все смазано, все чисто. Нет необходимости туда лезть вообще. Поэтому сейчас мы здесь почистим всю эту старую смазку, уберем, которую я неправильно намазал. И пшикнем сюда медную. Сейчас я вам покажу медную смазку, которую купил. В общем, вот такая у меня смазка медная. Вот снял колодки. Вот смотрите, где я мазал. И вот здесь вот. Вот это вот все таяло, по идее, на большой температуре. И могло попасть вот сюда вот. А это очень чревато, как говорится, потерять тормоза. Поэтому так не делайте. Сейчас карбовым обезжирю. И вот этой медной смазкой пшикну. Сюда и вот сюда. Все, пружинки сухие, чистые. Колодки тоже почистил. Обезжирили. Вытерли. Сейчас будем ставить все это на место. Так, тут раз задние тормоза я не трогал. Ну, сейчас мы тоже их почистим, обслужим и соберем. Все, в общем, здесь все почищено. Помыто. Карбом прошел. Сами пружинки тоже чистые. Сейчас поставим, смажем и будем все собирать. Колодочки тоже вымыты, сушатся. Колодочки, конечно, уже надо поменять желательно. Скоро заменим. Пружинки, конечно, я заново вытащил, промыл. Всю гадость, которая налипла, благодаря моей неправильной смазке, тоже вычислил, карбом обезжирил, насухо вытер и смазал моей новой медной смазкой. Смазка реально медная. Прям видно крупинки меди, цвет меди. Я, правда, не знаю, как это работает, как металл может смазывать, но раз все советуют, и реально отзывы неплохие. Данная смазка смазывается и применяется в тех деталях, которые работают на высоких температурах, поэтому посмотрим. Отзыв тоже позже оставлю. Те мои уже обезжиренные гайки затягиваем обязательно динамометрическим ключом специальным. Так, затягиваем колеса специальным динамометрическим ключом. Все здесь настраиваем усилие и затягиваем. Кстати, еще хочу предостеречь тех автолюбителей, которые используют так называемые секретки для колес. Сейчас покажу мои гайки секретные, которые уже порядком износились, и использовать такие секретки очень опасно. Поэтому я тоже, увидев состояние этих секретных гаек, понял, что нужно их срочно менять, иначе это может обернуться большими проблемами, вплоть до распила ваших дорогущих дисков. Бывало и до такого доходило. Если секретка ломается, затянутая там от всей дури, и вырезать не подлезть, там уже болгаркой практически никак. Либо же высверливают, либо же пилят диск. Поэтому вот такое предостережение. Теперь про мою новую летнюю резину. Кумхо Крюген Премиум. Ну, Кумхо, вы все знаете, корейский бренд. Резина вроде неплохая. Ну, пока о ней ничего конкретного сказать не могу. На балансе ровная. Грузов просит немного. В принципе, пока все. Пока все, покатаемся. Дальше тоже по возможности дам отзыв. А, да. По цене. По цене почти стоимость китайской резины. Но зато корейская. Самый гуманный ценник, наверное, из сегмента боль-моль таких брендовых производителей. Вот и все. Поставил все колеса на место. Еще раз прошел динамометрическим ключом. Проверил затяжку всех гаек. Выровнял давление во всех четырех колесах. 2,4 атмосферы, еще раз напоминаю, для карнивалов. Ну, у каждого по-разному. На дверных арках написано рекомендуемое давление. И поехали кататься. Ну, неделю-через две, наверное, заеду еще раз контрольно. А вообще, желательно пару тысяч, кажется, проездить на новой резине. За это время она сядет на свои места. И повторно на балансировочный станок. Опять смотрим баланс. Выставляем по нулям. И все. А теперь та прикольная новость, которую я обещал вам в начале. Самый прикол заключается в том, что из прошлого видео, вы, наверное, знаете, из-за чего у меня все это началось. Из-за таинственных полос трещин на тормозных дисках. Я поставил новые диски, меня там напугали в группах-чатах. Ой-бой, это трещины, разлетится, заклинит, все, срочно меняй. 99% уверены были, что это трещины. В конце оказалось, никакие не трещины. А сейчас весь прикол заключается в том, что не проехав даже пару сотен километров на этих дисках, у меня появились те же спаренные полосы. Вот вам и результат. Так что никакие эти не трещины. И если у вас есть такие спаренные полосы, то знайте, это след от колодок, от среза тормозных колодок. Иногда бывает даже по внешнему периметру следы остаются. То есть прямо отрисовываются внешние границы тормозных колодок. Многие называют это эффектом прилипшей колодки. Когда на хорошо разогретом тормозном диске залипают хорошо разогретые тормозные колодки. И при длительном удержании, вот представьте, вы где-то долго ехали, там все разогрелось, там на трассе заехали в город, и на первом же светофоре длительно удерживаете педаль тормоза. То есть у вас диск разогрет максимально, колодка разогрета. Вы нажимаете на педаль тормоза, то чуть ли не экстренное торможение у вас происходит с большой скоростью до нуля. И в этом положении вы длительно удерживаете прижатую колодку к тормозному диску и колодка залипает. И бывает, когда отпускаете педаль тормоза, кто-то слышал, не слышал, знаете, такой прям вот звук отлипания. Чуть ли не щелчок, что ли, ну, как будто что-то от чего-то резко отлипло. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Поэтому я так полагаю, ну, просто другого объяснения найти не могу, что именно в этот момент происходит вот этот вот эффект. Ну, чисто по-научному, я не знаю, как это объяснить, да, это на уровне, опять же, химии и физики. Но пока вот только такая информация, которая мне на сегодняшний день известна. Эффект прилипшей колодки. А если у вас, как и у меня, конечно, это будет все сопровождаться еще и биением руля при торможении, то, опять же, не говорю, что нужно обязательно менять, да. Можно просто расточить тормозные диски. Опять же, тут споры расходятся. Кто-то говорит, что это ненадолго, кто-то после этого ездит достаточно долго. Поэтому, опять же, тут от манеры езды, от манеры торможения, от многих-многих факторов это все зависит, я думаю. Поэтому, если все грамотно, тормозить даже грамотно, эксплуатировать грамотно, на разогретом диске, там, не отбивать трансбоем сразу, да, не ездить по глубоким лужам, опять же, на разогретых дисках, то, возможно, и расточка поможет. И довольно-таки надолго. Поэтому, так-то можно и новый диск, да, хорошо разогреть и сразу же погнуть. Поэтому, тут много таких факторов, которые зависят не только от железа, но и от нас самих. Поэтому, вот, какой-то такой вердикт, а полос этих спаренных бояться не нужно. Если биения нету, то ездите себе и не переживайте. Но, опять же, с учетом толщины самого тормозного диска. Если, конечно, у него уже там предел весь исчерпан, обязательно менять. И колодки, и тормозные диски. Ну, все, буду закругляться. Всем пока, ровных дорог. Субтитры сделал DimaTorzok